Израильское командование заявило в субботу вечером, что армия страны нейтрализовала лидеров группировки «Исламский джихад» в Гази. Один из них, Халет Мансур, был убит в результате последних ударов по городу Рафах, второй – Тайсир Джабари, в пятницу. Число погибших в результате эскалации насилия в секторе в воскресенье возросло до 29. Палестинцы на израильский обстрел ответили ракетными ударами. По обновленным данным органов здравоохранения территории, находящейся под контролем движения «Хамас», среди убитых с начала израильского обстрела в пятницу было шесть детей. Ранения получили 204 палестинца. Израиль настаивает. У него есть неопровержимые доказательства того, что шальная ракета боевиков «Исламского джихада» была ответственна за гибель нескольких детей в Джабалии на севере Газы в субботу. Представитель израильского правительства заявил, что эта ракета, выпущенная из Газы в сторону Израиля, потерпела неудачу. Пока не ясно, сколько детей погибло в Джабалии. Фотограф агентства «Франс Пресс» видел шесть тел в районной больнице, в том числе троих несовершеннолетних. Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел в субботу вечером заседание Совета безопасности страны. Израильские военные предупредили, что смертоносные воздушные операции против боевиков в Газе могут длиться неделю, поскольку перестрелки продолжаются уже второй день, что является самой серьезной эскалацией со времен прошлогодней войны. Продолжение следует...